Точечный источник света движется со скоростью V по окружности. Вокруг главной оптической оси, собирающей линзы, в плоскости, параллельной плоскости линзы, на расстоянии D 15 см от линзы. Фокусное расстояние линзы F равно 10 см. Скорость движения изображения точечного источника света V 10 м на секунду. Найдите скорость движения источника света. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Расстояние от предмета до линзы D равно 15 см. Переведем C в метр. Это 0,15 м. Фокусное расстояние F равно 10 см. Переведем C в метр. Это 0,1 м. Скорость изображения равно 10 м на секунду. Найдите скорость движения источника. Напишем формулу тонкой линзы. Плюс-минус единица деленная на фокусное расстояние будет равняться единица деленная на D, это расстояние от источника до линзы, плюс-минус единица деленная на F малая, где F малая это расстояние от изображения до линзы. Формулу тонкой линзы необходимо знать. Воспользуемся формулой тонкой линзы. Тогда у нас получается единица на F. Знак плюс, так как у нас собирающая линза, будет равняться единица деленная на D, плюс единица деленная на F малая. Знак плюс, так как изображение у нас действительное. Рассмотрим скорость изображения. Скорость изображения будет равняться длина окружности, по которой будет двигаться изображение, это 2πr, знаменатель, период обращения T. Скорость движения источника будет равняться длина окружности, по которой движется источник, 2πr, знаменатель, период обращения T. Периоды обращения будут одинаковы. Рассмотрим треугольник АУБ и треугольник СУД. Треугольник АУБ подобен треугольнику СУД. Так как угол 1 равен углу 2, так как эти углы прямые. Угол 3 и угол 4 будут равны, так как они вертикальны. Тогда у нас получается треугольник АУБ подобен треугольнику СУД по двум углам. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда сторона АВ так относится к стороне СД, как БО на ДО. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается АВ мы обозначили через радиус меньшей окружности, СД это радиус большей окружности, ДО это расстояние от изображения до линзы, F малое. Позднее это выражение нам пригодится. Теперь воспользуемся выражением 1 и выражением 2. Выразим отсюда радиусы. Тогда из выражения 1 у нас получается, что радиус большой будет равняться Скорость изображения умножить на период, знаменатель 2π. Из выражения 2 мы получаем, что радиус r малое будет равняться Скорость источника умножить на период обращения, знаменатель 2π. Теперь подставим наше полученное выражение в ранее написанное. Соотношение радиусов. Тогда отсюда у нас получается радиус меньшей окружности В источника умножить на период, знаменатель 2π. Все это разделить на радиус r большое. Это В изображение на период, знаменатель 2π. Все это равняется d малое на f малое. Преобразуем полученное выражение. Для этого нужно разделить в левой части. Получается В источника умножить на период, умножить на 2π. Знаменатель 2π умножить на V изображение, умноженное на период. Все это равняется d, деленное на f малое. Сократим 2π, сократим период обращения. Тогда у нас получается V источника, знаменатель V изображения. Все это равняется d, деленное на f. Выразим отсюда f малое. Тогда f малое будет равняться d умножить на скорость изображения, знаменатель, скорость источника. Теперь подставим полученное выражение в ранее написанное выражение со звездочкой. И тогда у нас получается 1, деленное на фокусное расстояние, будет равняться 1, деленное на d, плюс 1, деленное на f. А f это d, умноженное на скорость изображения, знаменатель, скорость источника. Преобразуем полученное выражение. Для этого нужно разделить единицу. Тогда у нас получается, что 1, деленное на фокусное расстояние, будет равняться 1, деленное на d, плюс скорость источника, знаменатель, d умножить на скорость изображения. Выразим отсюда скорость источника. Для этого слагаемые скорости источника оставим справа, а все остальное перенесем влево. Тогда у нас получается 1 деленная на фокусное минус 1 деленная на d будет равняться v источника знаменатель d на скорость изображения. Приведем к общему знаменателю выражение слева. Тогда у нас получается d минус f знаменатель df равняется v источника знаменатель d скорости изображения. Выразим отсюда скорость источника. Тогда у нас получается, что v источника будет равняться d умножить на скорость изображения умножен на скобку d минус f знаменатель d умножен на фокусное. Заметим, что d мы можем сократить. И тогда у нас получается скорость изображения умножить на скобку d-f. Знаменатель, фокусное расстояние. Отставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда скорость источника будет равняться. Посчитав, получаем 5 метров на секунду. Запишем ответ. Скорость источника равняется 5 метр на секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.